По поводу запаха. Еще один обосравшийся в России, который был снят самим Путиным в летом этого года, за то, что провалил все космические программы, я говорю о бывшем главе Роскосмоса Дмитрии Рогозине. Опять же, разокрал все, что мог и все, что не мог. Не сам поделился. Сегодня его, ты хочешь сказать о том, что сватают на руководителя Крымского федерального округа, так называемого, куда войдут кроме Крыма еще украденные территории. Да, да, да. Именно об этом я хочу с тобой поговорить. Что это за чучело и куда его хотят поставить, и что это чучело хочет и будет делать? Ты знаешь, мне о Рогозине рассказывал Леонид Макарович Кравчук когда-то. Рогозин был таким очень... он такой продвинутый, и он приехал в Киев, встретился с Леонидом Макаровичем. Это было начало 2000-х. Конец 90-х, может, даже. Леонид Макарович говорит, ну что, русский фашист такой, но очень умный. Он тогда фашистовал, Рогозин. Он такой очень упоротый русский нацик. Вот, но очень продвинутый, очень любящий все хорошее европейское, как все они. Они же, знаешь, покричать за Россию, это с удовольствием, но потом поехать в Европу и радоваться жизни. Вот он из таких. Пустое место, потому что, как правило, те, кто много кричат и рассказывают, они не способны руководить, где надо добиваться конкретного результата. Провалил все, что можно, а провалит и это. Ну. А других, получается, нет кадров? Другие, наверное, есть, но надо же верность царю показывать, надо же о России кричать. То есть, ну, смотри, там есть управленцы, эффективные управленцы. Вот смотри, есть Мишустин, например, премьер-министр. Мне много о нем рассказывали, он очень эффективный управленец. Эффективный. Есть Собянин, та же история. Но они, видно, умные, они не делают ни одного политического заявления. Ты не слышал ни одного политического заявления такого во время войны даже от Мишустина, премьер-министра целого, и от Собянина, мэра Москвы. Заявлений политических нет. Они говорят, умные. Понимают, что катится все в пропасть. И знаешь, о чем думают? Когда это все сгинет... Страшно. Не, когда это все сгинет, возглавим процесс, во всем обвиним Путина и будем опять наверху. Так многие думают в элите российской. Это же классика. То есть, для того, чтобы понимать, что с ними будет, не надо быть ясновидящими. Для этого надо хорошо знать историю. Потому что все повторяется. Все повторяется. Ну, любой красноячивый пример. Ну, Хрущев. Хрущев, Маленков, Берия. Вот давай я так даже скажу. Вот этот треугольник. Они участвовали со Сталиным в массовых репрессиях. А к ним еще Кагановича, можно и Молотова. Вот это будет правильнее. Они участвовали со Сталиным в массовых репрессиях. Они не по локоть в крови, а над ними мириады тонн крови. Над всеми из этих персонажей. Но когда началась внутривидовая борьба, когда Сталин с трибуны съезда начал рассказывать о том, что и Молотов агент, и Микоян агент, и выдвигать молодых. И они поняли, что с ними будет сейчас то же самое, что было с теми, на смерть которых они подписывали расстрельные списки. Они его сбросили, а потом обвинили его во всех смертных грехах. И зачистили архивы, конечно же. Мне рассказывали, как по поручению Хрущева защищались архивы массовых репрессий по НКВД, МГБ, оно называлось уже. Как защищалось все, где была только фамилия Хрущева. Поэтому вот так и происходит. Потом какая-то группа из тех, кто был повязан с тираном, она его свергает и рассказывает, что во всех бедах виноват он, а мы чистые, мы нормальные, правильные, хорошие. Поэтому то же самое. Но все повторяется аж неинтересно иногда. Вот смотришь, думаешь о мобилизации в России. Ну давайте посмотрим, что было во время русско-японской войны. Сегодня публикуют замечательные отрывки из произведений выдающихся русских писателей того времени. Льва Толстого, Викентия Вересаева и так далее, которые описывают ужасы мобилизации во время русско-японской войны. А что дальше последовало? Разгром русской армии, мобилизованной этой. Потом Первая мировая война и развал России и конец России, царской России. Но тогда информация доходила долго. Тогда здесь произошло что-то, пока оно дойдет до отсталых регионов безграмотных. Сегодня информация доходит чух и уже там. Поэтому сегодня спрессовалось время и все события происходят намного быстрее. Поэтому все это катализатор. Это дальше рванет по России. Это дальше будет развал, распад. Со страшным смрадом, со страшной вонью, со страшными криками. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...